Все мы думаем, что мы думаем. Это мой известный афоризм. И правда состоит в том, что наш мозг думает сам по себе. Это такая машинка, в которую мы закидываем кучу информации, она ее обрабатывает на подсознательном уровне и потом сообщает нам о результатах своей деятельности, видеть тех мыслей, которые появляются у нас в голове. Не случайно вы говорите, мне в голову пришла мысль, не случайно вы говорите, я тут подумал, как будто бы это было какое-то такое действие, в котором вы тоже не принимали участие, а вот эти мысли к вам приходили. Откуда они приходят? Кто-то считает, что они приходят к нам из высшего разума, но если бы так было, какие бы прекрасные мысли были бы у людей. В целом они приходят из нашей подсознательной жизни. И задача состоит в том, чтобы направлять свою интеллектуальную деятельность и это делается за счет главного принципа понять, думали ли вы по-настоящему, целенаправленно, использовали ли вы инструмент и так далее, или это была подсознательная работа, на которую вы не могли оказать действенного, осознанного влияния. Очень просто. От наших правильных мыслей, правильных, додуманных мыслей, обязательно что-то меняется в реальности. Потому что мышление — это на самом деле уникальная способность человека менять реальность, менять обстоятельства жизни, достигать чего-то, более эффективно использовать ресурсы, которые у вас есть. Мышление — это наш помощник. Но, к сожалению, то мышление, которое крутится на уровне подсознания, оно скорее будет искать оправдание для нашей лености, прокрастинации, всяких разных глупостей и так далее. Вот почему воспитывать мышление, чтобы оно всегда отражало реальность и могло с этой реальностью эффективно коммуницировать, есть задача каждого здравомыслящего человека. И это отличает интеллектуальное меньшинство.